Своевременная оплата коммунальных услуг, как известно, залог комфортной атмосферы и уюта в квартире или доме, независимо от времени года. Именно от платежной дисциплины потребителей во многом зависит эффективная работа коммунальных предприятий, а значит и качество предоставляемых ими услуг. Сегодня в администрации Харцезка озвучили информацию по задолженности харцезян за коммуналку. Цифры неутешительные. Долги населения перед коммунальными предприятиями города продолжают расти. Если в марте уровень оплаты горожанами коммунальных услуг достигал 85 и даже 95%, то в апреле показатели оплаты резко снизились. Например, почти на четверть за квартиру и вывоз мусора. За обслуживание жилого фонда в текущем месяце только 60% харцезян рассчитались со службой единого заказчика. С харцез-коммунхозом и того меньше – 54%. О том, как сегодня держатся коммунальные предприятия, чья работа напрямую зависит от платежей населения, рассказал заместитель главы администрации Харцезка Виталий Григорьев. Могу сказать, что коммунхоз, который у нас занимается вывозом твердобытовых отходов, работает в принципе не в плохом режиме. Есть нюансы, есть внутренняя проблематика, но в принципе дорожная карта у них прочерчена, что и как делать. И даже невзирая на то, что работа уже наладилась, все равно идут перемены. И эти перемены идут к лучшему. То есть обновляется контейнерный парк, постепенно производят у нас на коммунхозе новые контейнера. Также заказывают сейчас материалы на производство евроконтейнеров, чтобы это делать со своими силами и начинать производить замену, перестановку по городу, контейнеру. Компания, коммунальное предприятие, наша служба единого заказчика, сейчас, наверное, одна из немногих, которая активно принимает участие в ремонте города. На сегодняшний день уровень платежей, конечно, очень сильно упал. Средний сбор составил где-то 65-70% на сегодняшний день от плановых цифр. То, что это влияет на нашу работоспособность, конечно, влияет. Это и зарплата рабочих, это и материалы, и все что угодно. Пока мы переждем этот месяц, ну а со следующего месяца такая ситуация будет, очень под вопросом выполнения графиков работ. Нам действительно необходимы своевременные платежи. Естественно, понятно, что все платить не будут. Но хотя бы, если мы будем процентом на 90%, мы максимум выполним график, который запланирован, и обеспечим выплату людям заработной платы. Ничуть не лучше ситуация с платежами за коммунальные услуги и у Харцинского горводоканала, где в текущем месяце зафиксировали падение уровня оплаты с 91% до 51%. За газ в апреле расплатились только 64 абонента из 100. Хотя еще в марте этот показатель составлял 97%. Относительно стабильная ситуация с платежами пока остается в Харцинской теплосети. Предприятию задолжали всего 3% потребителей услуг. Виталий Григорьев призывает харцезян вовремя совершать текущие коммунальные платежи и по возможности не накапливать долги. Предприятия работают довольно-таки в тяжелых условиях. Оплаты сейчас по коммунальным платежам снизились, к сожалению. Хотел обратиться ко всем жителям Большого Харциска и попросить не приостанавливать, не останавливать текущие платежи. Потому что в любом случае они будут накапливаться, их рано или поздно будут взымать согласно закону ДНР. Нет смысла. А люди сегодня работают и хотят тоже получать зарплату. Потому что если мы не сможем выплачивать заработную плату, то, соответственно, мы начнем терять кадры, что для нас это будет очень существенно и больно отразиться на работе в целом. Сегодня в условиях действия в ДНР режима повышенной готовности платежки за коммуналку, как и прежде, принимаются в кассах отделений Центрального республиканского банка и на почте Донбасса. Продолжение следует...